Сергей Крикалёв, также известный как «Забытый человек в космосе». Давайте вместе узнаем эту интересную историю. Советский космонавт Сергей 19 мая 1990 года с двумя сотрудниками отправляется в космос на ракете «Союз ТМ-12». Во время прибытия на станции они проводят многие эксперименты, набираются опыта, позже возвращаются на Землю. Второй полёт Крикалёва состоялся в мае 1991 года. Только на этот раз он не в курсе, что он будет последним, кто отправится в космос как гражданин СССР и останется там на Голгу. 19 мая 1991 года Крикалёв, выполнив все поставленные задания, должен вернуться обратно. К сожалению, из-за развала Советского Союза все космические программы останавливаются. Крикалёв остаётся в космосе. Вернуть Крикалёва никто не торопится, потому что процесс возвращения требует больших расходов. На Земле же творится хаос. У нового государства очень много проблем. Основная из них заключается в долгах. Сергей мог вернуться на капсуле, но была опасность, что станция «Мир» может развалиться. Поэтому ему пришлось ждать. Крикалёв должен был провести в космосе 5 месяцев. К сожалению, он провёл в два раза больше. В то же время в космос полетело два шаттла, но ни на одном из них не было места. Крикалёв пробыл в космосе 311 дней, и никому не было дела до него. За такой срок пребывания в космосе можно заболеть раком, облучиться космической радиацией. А также такое большое пребывание в космосе очень пагубно влияет на мышцы. Крикалёв остался в космосе, потому что новое правительство не могло его вернуть обратно. По пребыванию на станции он сам чинил приборы, которые выходили из строя. Сам боролся за свою жизнь. За этот срок русские продали космическую станцию «Мир» первому покупателю. После 311 дней Германия отправляет своего космонавта на замену Сергея. У Сергея впервые появляется шанс вернуться на Землю. Когда он возвращается на Землю, на Земле он смог встать на ноги только при помощи четырёх людей. Он очень ослабел. Крикалёв улетел в космос из СССР, а вернулся в Российскую Федерацию. За этот полёт Крикалёв был награждён медалями Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Рекорд прибытия Крикалёва в космосе сохранялся очень долго. Про него сняли фильмы, написали книги. В народе он считается космическим Робинзоном.